Ответственное ведение бизнеса – это не просто извлечение прибыли. Российские компании, продолжая отвечать на экономические вызовы, не забывают о развитии человеческого капитала. Кадрам и социальным программам для сотрудников уделяется все большее внимание. Развитие корпоративных социальных программ в первую очередь для сотрудников, воспитывающих детей. Минтрудом России совместно с РСПП и ФНПР подготовлена и утверждена программа по стимулированию работодателей, поощрению работников с семейными обязанностями. Ответственная деловая практика – действенный инструмент в решении стратегических задач в области экономики и технологического развития. Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ответственные компании одновременно являются и теми, кто успешно адаптируется к сложным условиям и увеличивает инвестиции в развитие собственного производства. По нашим опросам, 35% компаний в прошлом году реализовывали крупные инвестиционные проекты, еще столько же намерены их реализовывать в 2024 году. Это значит, что мы все-таки ориентируемся на такой рост производительности. При этом повышение производительности труда – одна из основных задач, стоящих сегодня перед российской индустрией. Ключ к ее решению – это инвестиции в средства производства с одной стороны, а с другой – в человеческий капитал. И отметить здесь нужно практику регулярной индексации заработных плат персонала. Хорошим примером служит компания «Фосагра», которая провела самую масштабную в стране с начала года индексацию зарплат. 23 тысячи сотрудников получили повышение на 15%, и это в дополнение к 60-процентному росту средней заработной платы за последние три года на всех предприятиях группы. А за 10 лет работники предприятия «Фосагра» стали зарабатывать в три раза больше. Выросла и производительность более чем в два с половиной раза, корреляция налицо. Очевидно, что ответственное ведение бизнеса стимулирует экономику. За последнее время Россия значительно увеличила поставки на внутренний и внешний рынок минеральных удобрений. В прошлом году их производство выросло на 9%. В 2023 году Россия поставила абсолютный рекорд с точки зрения производства минеральных удобрений – порядка 60 миллионов тонн. Такой объем мы не производили и не потребляли, хочу сказать, и не поставляли за рубеж. Надеюсь, что в 2030 год мы встретим уже как не 60 миллионов тонн, а как 70. Российские промышленники увеличивают вложения в экономические проекты, уделяя все большее внимание формированию благоприятной социальной среды, сохранению природных ресурсов, а также развитию территорий, на которых расположено их производство. За успехи в этих направлениях на социальном форуме РСПП наградили лауреатов национальной премии, учрежденной по поручению президента России Владимира Путина. Победителем в большинстве номинаций трех из пяти признали компанию «Фосагра», ставшую обладателем высшей награды премии лидеры ответственного бизнеса. От имени руководства, от имени всего нашего многотысячного коллектива мы благодарны организаторам, экспертам конкурса. Конечно, для нас это действительно большая честь. Для нашей компании забота о коллективе, забота о жителях городов нашего присутствия – это безусловный приоритет. Конечно, мы развиваем наши социальные проекты, благотворительные проекты в год. Компания вкладывает в это направление 12,5 миллиардов рублей. За последние два года это более 25 миллиардов рублей. Планируем дальше продолжать это комплексное развитие. Высокую оценку жюри национальной премии получили программы компании «Фосагра», связанные с развитием территории присутствия проекта «Детям России. Образование, здоровье и духовность. Дрозд», а также инициатива по подготовке кадров от школьной скамьи до вуза и первого рабочего места.